28 февраля в Чебоксарском аэропорту, принадлежащем компании Международный аэропорт Чебоксары, произошел инцидент с участием спортсмена-паралимпийца. Замир Шкахов спустился по трапу самолета на руках, так как на территории воздушной гавани не оказалось необходимого спецоборудования. Следственный комитет на транспорте начал доследственную проверку. В резонансном деле разбиралась наша съемочная группа. Я не богат, я живой человек, инвалид первой группы. Это видео облетело все федеральные каналы и новостные источники. Паралимпийц, который пытается самостоятельно покинуть самолет, и сотрудники, которые стоят на улице и не предлагают помощь. Спасибо вам за помощь, мне натомил грузчик. На самом деле ситуация не так однозначна. Этим же рейсом на соревнования прилетели и другие спортсмены-инвалиды. Их всех доставили в здание аэровокзала без происшествий. Конфликт возник лишь с одним человеком. Сотрудники аэропорта пытались оказать ему содействие, но получили отказ. Пассажир отказался пользоваться нашими услугами, нашей помощью и изъявил желание самостоятельно спуститься с борта воздушного судна. Существуют сотрудники, которые обучены по работе с данной категорией пассажиров. Существует бригада, которая помогает данным пассажирам при транспортировке. А вот как прокомментировал предоставленную помощь сам Замир Шкахов. Я просил их медперсонал, который обучен тому, чтобы как-то взаимодействовать с инвалидами. Да, естественно, но они меня не поняли, видимо. Они пригласили женщину и сказали мне, видишь, чем она вам поможет. Я сказал, видимо, ничем. Мы не требуем к себе особого отношения, мы требуем просто безопасности. Паралимпийц отмечает, условия для людей с ограниченными возможностями должны быть созданы везде. В том числе и в аэропортах, и на самих воздушных судах. Представители аэропорта считают, к инциденту причастен авиаперевозчик. Авиаперевозчик должен был сообщить, так скажем, авиапредприятию о данных пассажирах. Этого сделано не было. Пассажир попросил специальную, так скажем, коляску для передвижения по воздушному суду, которую должен был обеспечить авиаперевозчик. К сведению, в аэропорту знают о проблеме отсутствия спецподъемника. И уже есть решение. Амбулифт установят к первому сентября этого года. Кто прав и кто виновен в сложившейся ситуации, предстоит выяснить следственным органам. Проверка уже начата.